2013 год Самый жаркий год в игровой индустрии Произошла смена поколений Обладатели PS3 твердили, что переходить на Next Game не стоит Также происходили самые настоящие консольные войны Одна часть геймеров топила за Xbox One Называя все его преимущества А другие наоборот Поливали грязью данную консоль Утверждая, что она плохая Было на самом деле очень интересное время Но впереди также нас ждет смена поколений Сейчас я наблюдаю точно такую же картину Одни говорят, что Xbox Series X-Top А другие, что нет Но в любом случае мы здесь собрались, чтобы обсудить четверку Поэтому усаживайтесь поудобней И мы начинаем Ноябрь 2013 года Выходит очень интересная и обсуждаемая консоль PlayStation 4 Стартовые игры на четверке были, мягко говоря, не очень Однако прошлые юзеры PS3 могли найти смысл в переходе на старте Я сейчас говорю об игре Killzone Если вы были знакомы с данной серией игр То скорее всего вы задумывались бы о переходе Так как Killzone Shadow Fall Выходил эксклюзивно на новую консоль от Sony PlayStation 4 Однако, если вы не играли в Killzone Или же играли и творение Gorilla Games вам не пришлось по душе В таком случае смысла в переходе не было Так как опять же стартовая линейка игр на PS4 была такой себе Но если вы спросите мое мнение о игре Killzone То я вам, конечно же, расскажу Лично я считаю, что игра неплохая Но, к сожалению, не более того Для 2013 года графика, возможно, удивляла Так как такой картинки до этого на консолях не было Но если оценивать эту игру сегодня То в принципе я могу порекомендовать ее Но от Killzone не стоит ждать ничего больше, чем просто неплохого геймплея И всех остальных составляющих Игра сегодня стоит копейки И при желании ее можно пройти Также я играл абсолютно во все части Killzone Кроме PSP-версии И возможно в будущем этот пробел я закрою Также если говорить про эксклюзивные проекты старта PS4 То нельзя не вспомнить про игру Drive Club И так как я купил четверку раньше, чем Xbox Я в какой-то мере думал, что Drive Club сможет мне заменить Forza Но, как показала практика, нет Drive Club это очень плохая гонка И те люди, которые не были знакомы с данной игрой Могут возразить Дескать, как так? Игра с графической стороны неплоха Также поведение автомобиля вроде тоже на достаточно высоком уровне И в принципе в ваших словах есть доля правды Опять же, все, кто задумывался о смене консоли Могли посмотреть на графику в Drive Club и понять, что Next Gen наступил Так как графика в данной игре действительно на уровне Если сравнивать с другими играми, которые выходили в то время То Drive Club одна из лучших игр с графической стороны Но данную игру убили скрипты Какой бы графика прекрасной ни была Какое бы управление ни завозили в игру Но если в гоночном симуляторе есть скрипты То игра автоматически в моих глазах умирает И я считаю, что недопустимо, чтобы в гонке присутствовали скрипты А так игра неплохая, но опять же, скриптов играть в Drive Club невозможно И она не доставляет тебе никакой радости Так как ты большую половину заезда едешь последним И без разницы при этом Выжимаешь ты все из автомобиля Либо катишься как черепаха Игре на это все равно И из-за скриптов ты будешь в конце Не думаю, что кому-то может подобное понравиться И если вы желаете найти действительно неплохую гонку То я могу порекомендовать только в Forza Horizon ничего больше Однако про Xbox мы здесь также поговорим И в принципе за стартовыми играми на этом все Да, кто-то может сказать про NEC Но NEC игра более чем на любителя И к сожалению, этим любителем я не оказался И по факту, кроме графики На PS4 смысла переходить не было Стартовая линейка игр такая себе Из более-менее неплохой эксклюзивной игры Обладателям PS4 был доступен только Killzone Но если вы играли в эту игру на PS2, PS3 И Killzone вам не зашел То опять же смысла переходить не было Да, у с этим не Black Flag графика лучше, чем на тройке ящики 360 Однако, если у вас была чудо-консоль Которая способна воспроизводить дешевые игры То переходить на старте вообще не стоило Да, ты мог любоваться не на картонные паруса Опять же в Ассасине Однако, оно того не стоило Так как купив консоль Игры также нужно было покупать не за 1 доллар Если мы говорим о прошивке LT А за 60 Но время шло и с каждым годом Плюсы приобретений консоли от Sony накапливались Благородные ютуберы делали сравнение графики в играх И произошел самый настоящий переворот До этого все ящики превосходили консоли от Sony графическими возможностями Однако в восьмом поколении все изменилось И те люди, которым от игр важна была только графика Смысл приобретения иксбокса сразу же теряли Так как фэт ящик показывал результат в играх хуже чем плойка Еще было много шума из-за нестабильной работы серверов Microsoft И знаменитое высказание Snoop Dogg по этому поводу Также вызвало шум в интернете И опять же данное поколение было очень интересным Но перейдем в 2014 год Игры маленькими шагами начинают набирать обороты И вот вновь для яростных обладателей PS3 Появился повод в переходе на Next Gen И я сейчас говорю про игру Infamous Опять же игра хорошая, в какой-то мере инновационная Так как здесь нам показывали возможности нового геймпада от Sony Возможно такое было и в Killzone Но игру я проходил очень давно и всего один раз Поэтому не вспомню Однако когда я включил Infamous И услышал звук из внутреннего динамика четвертого DualShock'а Я был немного шокирован Так как до этого подобной функции я никогда не видел В предыдущих DualShock'ах не было встроенного динамика Однако наличие гироскопов меня не удивило Так как я опять же имел дело со всеми консолями Sony И подобную фишку я мог видеть в игре Heavy Rain И если говорить про закат поколения PS3 То и Last of Us когда у вас начинал барахлить фонарик Но если не рассматривать Infamous как знакомство с консолью Sony И демонстрирование определенных возможностей То игра в принципе хорошая Как принято во вселенной Infamous Цветовая гамма радует глаз Все красочно и ярко Также лично меня порадовало то, что буквально в начале игры Я имел возможность полностью прокачать своего персонажа Но останавливаться на Infamous не стоит Вообще 14-й год для PS4 был таким себе Но если вы задумывались уже о переходе То его осуществить стоило Так как глядя на игры которые вы хотели как на тройку Так и на PS4 было видно Что графика на PS3 уже не может быть хорошей И логическое объяснение этому есть Покупайте новое поколение Но также не стоит забывать о том Что предыдущая консоль от Sony Вышла в 2006 году И она действительно уже не могла удивлять с графической стороны Однако зная разработчиков Они могли сделать картинку лучше И при этом FPS был бы на достаточно приемлемом уровне Но также помимо Infamous было выпущено множество ремастеров Это и первый Last of Us То есть с каждым днем Sony забирали громкие игры С своей предыдущей консоли Тем самым давая понять людям Которые вообще не были знакомы с консолями Что покупать постген не стоит Так как все хиты ради которых люди покупали себе консоли Прошлого поколения В скором времени появятся на четверке И это действительно так За весь жизненный цикл PS4 На нее было выпущено столько переизданий Как никогда раньше И геймеры здесь опять же разделились Некоторые говорили что ремастеры это плохо И якобы утверждали то что наличие ремастеров Связано с тем что на восьмом поколении Не во что играть И с одной стороны это так Так как объективно в то время годноты выходило не так уж и много И многие тогда думали что PS4 скоро наступит крах Якобы разработчики уже выдохлись И не могут ничего нового придумать Да и зачем Когда можно штамповать старые игры под видом новых И при этом неплохо пополнять кошелек Может Олду вспомнит те времена Однако также была и другая часть геймеров Которые относились к ремастерам с пониманием И они в какой то мере жаждали видеть старые проекты на своей консоли Так как банально пользователям не приходилось бы лишний раз включать третью плойку Но раз я стал говорить про ремастеры То можно им уделить еще немного времени Старые игры это конечно же хорошо И лично я когда являлся обладателем фэтки В те времена познал метро редукс В принципе игру все знают И ничего нового я не смогу рассказать Однако с наступлением момента Когда играть было действительно не в что Редукс в какой то мере меня спасал И когда я говорил что в интернете все бурно обсуждали ремастеры И говорили что разработчики выдохлись Лукавства никакого с моей стороны не было Так как действительно когда я прошел все возможные годные игры Мне ничего не оставалось кроме как купить метро редукс Но пожалуй хватит про ремастера и перейдем в 15 год 2015 действительно был неплохим Помимо очередного ремастера трех частей анча Вышел также Ведьмак 3 Многие ожидали данное творение CD Projekt И в принципе не были разочарованы Так как игра по фактам годная И я когда то рекомендовал сделать именно Ведьмака Когда ты только купил консоль Так как игра очень длинная Но как показала практика Долгий геймплей вместе с сюжетом не пошел Ведьмаку на пользу Так как после 50 часов игры Ведьмак мне показался скучным И я уверен что со мной кто то будет не согласен Но также найдутся и те кто разделит со мной мое мнение А это значит что длинные игры нравятся не всем Но я не могу сказать что я люблю когда игра заканчивается даже не успев начавшись Если говорить про длинные игры Долгие игры Нельзя не вспомнить про Fallout 4 Очень я ждал эту игру У меня были огромнейшие ожидания данной игры Однако частично что то удовлетворило меня А что то нет Сама игра стала другой и это понятно Игра не могла оставаться такой же которой она была в 2008 году Fallout потерпел множество изменений И многим не понравилось то что когда буквально начинается игра Вам тут же предоставляют силовую броню и миниган Хотя до этого в предыдущих частях Fallout'а Чтобы научиться носить силовую броню Нужно было пройти чуть ли не половину игры А то и больше Но в любом случае перепроходить 4 Fallout желания у меня не имеется Я действительно лучше еще раз перепройду Новый Вегас Чем вернусь к 4 части И мне интересно ваше мнение насчет данной игры Понравился ли вам Fallout 4 и почему да или же нет Пишите в комменты Также вышел Bloodborne Но мне данный жанр не очень нравится Поэтому про эту игру чего то особенного я рассказать не смогу Однако если вы играли в Dark Souls, Secure и прочие игры И при этом вы желаете найти еще какую нибудь игру в похожем жанре То вам стоит однозначно задуматься о приобретении PS4 Так как Bloodborne очень неплохая игра И если вы просто желаете узнать подходит ли вам данный жанр То начать стоит также с Bloodborne Так как эта игра на мой взгляд не очень сложная из жанра Souls И вы сможете завершить прохождение Однако если вы только взяли в руки геймпад и никогда вообще не играли То даже не думайте Для вас банальный крэш станет хардкором Поэтому если вы желаете увидеть видео на тему игр для новичков То дайте знать об этом в комментариях Еще вышло неплохое интерактивное кино Даже и до рассвета Если вы играли в Heavy Rain, Beyond или даже в Fireing Gate на PS2 То приобрести в то время Until Dawn вам однозначно стоило Так как игра действительно хорошая Но как по мне интересным событием в 15 году стал именно выход Ордена Я никогда не видел столько хейта как в сторону самой игры Так и в сторону консоли Sony Это тот случай когда инсайдерам верить не стоит никогда И с PS5 произойдет точно такая же ситуация Когда вышел Орден, все стали говорить что PS4 уже не тянет ничего Да, в Ордене была достаточно хорошая графика Но все почему-то поставили крест на консоли от Sony Якобы эту игру спустя 2 года существования PS4 еле запускает И в интернете начался настоящий бунт Все кто только мог снимали видео на эту тему А волной сомнений в мощности четверки Стали вот эти полосы на экране Якобы PS4 в полном размере не способна запустить Орден И как я говорил в начале этой темы Кит пришелся и на саму игру Я считаю полностью справедливо Так как кроме графики в Ордене не на что смотреть Игра сарая и очень короткая И безусловно что давать за нее в 15 году 60 долларов было преступлением Однако опять же вернемся к бросам И я хочу сказать что с PS5 будет точно такая же ситуация Начнет опять же после выхода какого-нибудь игры утверждать Что пятерки остался один год и не больше Якобы скоро Sony выпустит шестую PlayStation И прочий бред будет гулять по просторам сети Поэтому опять же не верьте всяким недоинсайдерам Так как показывает практика PS4 не потеряла поддержку в 2015 И игры на FED будут выходить даже в 21 году Однако 16 год только укрепил сомнения геймеров Так как Sony в 2016 выпустила Pro версию И здесь началась вторая волна Все стали описать что Sony их бросили Очень много видео на эту тему было выпущено Так как до этого подобные модификации никогда не практиковались Всегда выходили консоли которые в плане железа не модифицировались И даже если модификации происходило То на предыдущей модели все так же работало прекрасно И те кто купили в 2016 году обычную консоль были в шоке Так как они могли сделать небольшую доплату в доллар в 100 И получить значительное улучшение И здесь я вынужден согласиться В то время действительно был смысл в переходе на PS4 Pro И если вы решились перейти на Next Gen консоль То это должна была быть прошка Но расстраиваться обладателям обычной версии так же не стоило Так как игры опять же будут выходить даже в 21 году Но недоинсайдеров это не остановило И они продолжили лить в сеть фейковые новости И тогда никто не мог предположить Что четверка действительно так долго будет поддерживаться Так как после таких масштабных вбросов Надежды на адекватную поддержку быть не могло Но что касается игр 2016 года Вышел четвертый Анч И здесь уже появился железный смысл переходить на Next Gen Так как все кто играли в Uncharted на PS3 Были рады увидеть продолжение Так как Анч достаточно хорошая игра С потрясающим геймплеем И продолжение на мой взгляд улучшилось абсолютно во всем Я считаю что именно четвертый Uncharted Это самая лучшая игра в вселенной Анча Сюжет хороший, геймплей потрясающий Игра доставляет тебе удовольствие И отдельно конечно же хотелось бы выделить графон Здесь он просто невероятный И глядя сегодня на эту картинку Ты находишься в небольшом недопонимании Да игра вышла на PS4 А это значит что графика здесь должна быть хорошей С одной стороны да Но игре 4 года Это достаточно много Однако некоторые новые проекты До сих пор не могут показать такой уровень Но о хорошем мы еще успеем поговорить Поэтому перейдем в скандальной игре Мафия Третью часть сдали все И я не стал исключением Мафия 2 мне очень нравилась Превосходные автомобили Невероятное оружие Да и вообще то время Мне очень импонирует Также я достаточно много раз Перепроходил игру Крестный отец А это может говорить лишь о том Что времена мафии Мне очень интересны Но третья часть показала Ужасный уровень Никто не желал увидеть Такую игру Баги Ужасная графика Такой себе сюжет И я не могу найти Ничего положительного В данной игре Я надеюсь что если Тукеи все таки решатся Выпустить продолжение То оно не подкачает Так как третья часть Оставила на мне коричневое пятно И я говорю про продолжение мафии А если конкретно То про четвертую часть Я хочу сказать что Девятое поколение А именно поколение PS5 и ящика Series X Возможно будет Лучшим поколением в истории Я конечно не знаю Каким получится данная игра Но известно что Скоро выйдет Сталкер 2 Еще надеюсь что Четвертая часть Макса Пэйна и мафии Так же подъедет Если вы желаете Увидеть видео Про ожидаемые игры То намекните об этом В комментах Ну и как бы я не пытался Обходить эту тему Но VR в 16 году Так же вышел Я не вижу никакой Необходимости в данном аксессуаре Конечно Если обычный гейминг вам надоел И вы желаете Почувствовать что-то новое То возможно да Стоит купить VR Однако будьте готовы К тому что Спустя пару игр Ваш VR покроется Огромным слоем пыли И вот 16 год Подходит к концу И впереди нас ждет 2017 Выходит первый Horizon И на этом Мои воспоминания По 17 году Заканчиваются Это единственная Годная игра Которая выходила в то время Да Так же вышла DLC Канчу Lost of Legacy Но уделять ему Внимание не стоит Так как видео Получится очень длинным И плюс игра Не более чем одноразовая Но Horizon Конечно же Очень неплохая игра Как из графической стороны Так и со стороны сюжета И геймплея Да Там не все идеально Конечно же Но она сможет вас затянуть Поверьте мне Если вы играли в первую часть И у вас появилось Огромнейшее желание Прикоснуться к продолжению Который выйдет в 21 году То Sony смогла вам Предоставить такую возможность И не обязательно При этом покупать Next gen консоль Так и второй Horizon Выйдет на PS4 Но если вы опасаетесь Неудовлетворительной графики То оформлять предсаказ На четверку не стоит Дождитесь сравнения Затем уже решайте Надо оно вам или нет На 18 год Стал очень хорошим Для четвертого PlayStation Вышло очень много Годных игр И я хочу начать Конечно же с God of War Легендарная игра Наконец-то вышла Многие ждали продолжения И я не стал исключением God of War Потерпел конечно же Множество изменений Однако назвать их Негативными нельзя Так как все модификации Получились очень годными Да Многим не понравилось то Что Кратос Больше не может прыгать Как в предыдущих частях Однако Этому есть объяснение Локации стали совершенно другими И потребовалось бы Больше времени Чтобы реализовать Двойные прыжки Старого Спартанца А игра и так вышла В 18 году И по факту Необходимости в этом нет Так как тоски По даблджампу У меня так же не имеется Сама игра Очень интересная С потрясающей историей И достаточно хорошей Боевой системой Которая так же изменилась В общем Если вы не играли В God of War То на верстать упущенное стоит Тем более Скоро должно выйти продолжение Если верить Sony То очередная часть Бога войны В 21 году Однако На какую именно Консоль станет доступно Продолжение Неизвестно Но известно Что Spider-Man Который выходил На PS4 Очень годная игра Боевая система На уровне И когда я впервые Запустил данный шедевр Я понял Что следующие 10 часов Пройдут нереально Spider опять же изменился Но изменения Отразились только С положительной стороны Так как камера Стала идеальной Ну и сюжет Каждый сам для себя Решит каким он стал Но лично я хочу сказать Что игра во всех смыслах Мне понравилась И если вы разделяете Со мной мою позицию То возможно Что вы приобретете Себе Майлз Моралес И будете наслаждаться Великолепной игрой И как я говорил Еще один эксклюзив В виде Детройда И да сейчас Некоторые могут возразить Ведь Детройд Давно не эксклюзив Четверки И вы правы Однако когда данная игра Выходила Она была доступна Только на PS4 Про игру хочу сказать Что она достаточно интересная И что это самое лучшее Интерактивное кино В которое я когда-либо играл И именно здесь Действительно От каждого твоего действия Зависит концовка игры Так как после прохождения Уровня Вам показывают Невероятные развилки Которые могли быть Если бы вы поступили иначе Я действительно жду Еще одну игру От Quantic Dream И на самом деле Страшно представить Что они нам покажут На пятом PlayStation Ну и пусть завершающей Игрой 2018 года Будет RDR 2 Многие ждали от Rockstar Не Red Dead Redemption А GTA 6 Однако любители Тикого Запада Остались довольны Так как аналога В данном жанре у Rockstar нет Ну если конечно же Не брать в расчет Игру Gun По факту про RDR На самом деле Можно очень много рассказывать Но просто знайте Что Rockstar сделали Очередной шедевр В котором геймеры До сих пор делятся Различными находками Которые смогут вас удивить В виде сужения зрачка Когда мы смотрим на солнце Девятнадцатый год Лично меня не смог Ничем удивить Вышел Death Stranding Игра честно сказать На любителя Которым я к сожалению Не являюсь Также Days Gone Тоже игра достаточно Среднего уровня Поэтому переходим В заключающий год PlayStation 4 2020 И конечно же Стоит начать с Last of Us 2 Данную игру я очень ждал И ожидания мои Не были разрушены Last of Us Это не просто игра Last of Us Это технический шедевр Игра которая показывает тебе Все в жизни И все так гладко Как ты думаешь Местами депрессивная Но очень реалистичная Геймеры опять же разделились На два лагеря И одни говорят что это шедевр А другие что игра Дно и потраченных денег не стоит Но я скажу что игра Лично мне зашла Если вы желаете Более подробно узнать Мое мнение насчет Last of Us То кликайте по подсказке вверху И смотрите обзор на эту игру И последняя игра Про которую я хочу рассказать Это Ghost of Tsushima И плохая игра про самураев Которая содержит в себе Несколько неожиданных поворотов И я не мог представить В начале игры Что Tsushima закончится именно так Боевая система на уровне Есть множество стилей боя И возможно что именно эта игра Является последним эксклюзивом PS4 Однако пока ничего не известно Про Году Фор И возможно что именно Рагнарёк станет последним Экзом PS4 Ведь не зря они такое внимание Уделили обратной совместимости Но в любом случае узнаем Тему покупки четвёрки В данном видео задорогивать не стану Так как видео и так получилось объёмным Поэтому если вы желаете Получить ответ на этот вопрос То кликайте по подсказке вверху Ну а теперь перейдём к заключению Данного видео С какой целью оно было снято Безусловно чтобы подвести итог Данной консоли И вспомните главное событие Я считаю что 8 поколение вышло неплохим Жарким и очень бурным Многие люди находились в напряжении И я думаю что вы поняли По каким именно причинам Если вы желаете увидеть такое же видео Но только про Xbox One То дайте знать об этом в комментариях А мы с вами будем прощаться Подписывайтесь на канал И на группу канала ВКонтакте Также ждите новое видео Оставляйте своё мнение Насчёт четвёрки в комменты И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok